Привет, это Инфокар. Сегодня у нас необычный тест-драйв. На примере восьмого поколения, самого популярного в Украине и России, полноприводного грузовика, мы раз и навсегда разберемся в теме пикапов. Мы подробно расскажем, почему вам нужен именно пикап, а также, почему он вам нафиг не нужен. А если все-таки нужен, то годится ли именно Хайлакс? И чем он лучше предыдущего поколения? Да, это поколение Хайлакса преобразилось. С оглядкой на последние эксперименты Тойоты с дизайном, не ожидал такой уравновешенной внешности. Современная и в то же время без перегибов, агрессивная и вместе с тем спокойная. Короче, мне нравится, что в случае с Тойотой редкость. В топовой версии за 46 тысяч баксов стоят диодные фары с ходовыми огнями и диски теперь уже 18-го диаметра. А хрома, как по мне, не больше, чем нужно, даже с учетом доставленных аксессуаров. Да, что-то Тойота разошлась с ценами. Даже за этот шильдик придется доплатить 50 баксов. В переводе означает «непобедимый» и, наверное, добавляет минимум 30 лошадей и 5 сантиметров клиренса. Да уж, сколько не твердите, что пикапы чисто коммерческий транспорт, дизайн при их выборе играет не последнюю роль. А кто их вообще у нас покупает? И для чего? Готов поспорить, минимум четверть покупателей просто видят себя крутыми рэперами, а пикап для них – средство самовыражения. И пофиг, что неудобно. Главное – имидж. А вообще-то странно, ведь на родине пикапов в США на них ездят далеко не сливки общества. Таких людей там называют «реднеки». По-нашему, селюки. Стоп, стоп, стоп. Не хочу никого обидеть. Это ж все у них, у пиндосов. У нас ведь все по-другому. У нас пикап – это реально круто. Особенно в городе. Говорят, таких рэперов можно даже встретить на парковке под оперой. Ну, а как же использование по назначению? Ведь фактически пикап – это суперпроходимый грузовик. На нем можно возить коров. Удобно воевать, как считают бородатые из ИГИЛ. И очень легко снимать девушек. Ну, а серьезно, пикап просто незаменим. Если вы охотник, занимаетесь строительством или увлекаетесь мотоспортом. Ему фактически нет альтернативы, если нужно перевести что-то большое, особенно грязное туда, куда обычный грузовик просто не проедет. А также пикапом нет конкурентов, когда нужно тянуть тяжелый прицеп. Ну, а еще пикап может стать вынужденной покупкой, если вам необходим просто очень проходимый автомобиль. Но при этом не хватает денег на полноценный внедорожник. Ведь пикапы обычно существенно дешевле своих полнообъемных аналогов. Ну, и бывают отдельные случаи. Например, у меня есть знакомый, который купил пикап, чтобы ездить с водителем. Ладно, шучу, поехали дальше. Итак, если речь идет о действительно больших нагрузках, то более дешевой и надежной конструкции, чем рессора, пока еще не придумали. И именно она стоит на большинстве пикапов. Это надежно, это мощно и это некомфортно. Особенно, когда едешь с пустым кузовом. Да, у Хайлюкса сейчас стоит новая рессора. Длиннее на 10 сантиметров и по-другому крепится к раме. Очень надеюсь, что будет меньше скрипеть, чем в старом. Но рессора все равно есть рессора. И хочешь не хочешь, машина будет прыгать. Ну, не так, конечно. И особенно не в нашем случае. У нас Хайлюкс в акционной спецверсии. Под названием Сити Рэпер. Для тех, кто не собирается возить грузы, здесь есть оригинальный аксессуар. Да, это реально меняет ситуацию. И делает из Хайлюкса на ровной дороге, ну, почти Прада. Но, конечно, добавляет расхода. Кстати, Эрик, надо их как-то взвесить. Так, по этим данным, дом наступает. Я, честно говоря, думал, будет килограмм 60. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь. Семь на сорок три. Триста килограмм, короче, на заднюю. Хороший, если придется подметать там снег, песок или листья. А вот припаркуете где-нибудь на борщаговке, таки нагадить могут. Или с мусорным баком перепутать. Очень надо кунг. Но он, собака, дорогой. И для этого поколения пока что в дефиците. Кстати, вот это вот пластиковое покрытие для пикапа просто мастхев. Без него к кузову быстро придет трындец. Но в Хайлаксе это не входит ни в одну комплектацию. Стоит 400 баксов. Да, дорого. Но штука, как я заметил, реально выносливая. Кстати, в этом поколении кузов реально стал еще больше. Но, как видите, арки портят картину. Стандартная длина мотоцикла, к слову, до двух метров. Сейчас глянем. Метр девяносто. Увы, может и не поместиться. И поймите, то, что здесь можно возить что-то реально тяжелое, не означает, что это тяжелое сюда легко погрузить. Понадобится погрузчик. К тому же, даже доставать что-то повседневное из Кунга целая проблема. Кстати, грузоподъемность пикапов зависит от задней подвески и может отличаться. К слову, в украинскую версию разрешено грузить 780 килограмм, а в российский вариант практически на 100 килограммов больше. И это совсем не рекорд в классе. К примеру, тот же Ford Ranger хвастается грузоподъемностью в тонну 300. Как видите, здесь теперь более удобная ступенька. И, я думаю, вы заметили, что из-под бампера пропала уродская противоподкатная балка. Да, угол въезда увеличился, но страдать теперь будет бампер. Восьмое поколение Хайлакса оказалось знаковым, так как получило абсолютно новые моторы и коробки. Раньше были дизеля объемом 2,5 и 3 литра, теперь 2,4 и 2,8. У нас топовый вариант на 177 сил. Впервые с этим мотором мы познакомились совсем недавно в тесте Prado, и он нам понравился. Новая турбина, новый блок цилиндров, новые впускные каналы. Давление подняли до 2200 бар и добавили многоступенчатый впрыск. В итоге движок реально стал тише и дает меньше вибраций. А главное, меньше ест, в чем мы убедились на Prado. Главная задача нового двигателя – европейские нормы выхлопов. Но их характеристики выросли. Плюс 7 лошадей и плюс целых 40 ньютон метров. Да, момент для внедорожника – это важно, но вот его полка слегка сузилась. В итоге, если посмотреть в характеристики, получается облом. Новый Хайлюкс в угоду евро требованиям стал тупее. Даже топовая версия с мотором 2.8 разглянется до сотни на 30 секунды медленнее, чем прошлое поколение с базовым мотором 2.5 и механикой. Да уж, странный такой дауншифтинг. Даже с учетом того, что динамика для пикапа, конечно же, не главное. Но давайте все-таки проверим эти цифры. Привет, Саша. Спасибо, что подъехал. Слушай, а ты рэп слушаешь? Да нет, вроде. А охотишься? Охочусь регулярно. А, то есть у тебя машина для охоты? Да, в основном как раз под эти задачи. И в семье одна? В семье, да, одна. И в городе, и везде. Очень нравится. У меня всю жизнь были пикапы, поэтому эта машина очень доволен. Ну что, проедемся? Да, давайте попробуем. Сейчас только пассажиров высажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Да, я удивлен То есть, с одной стороны, предыдущее поколение действительно порвало нас на старте И, по-моему, здесь все дело в коробке Все-таки механика спортивнее, чем этот автомат И на старте это дает определенное преимущество Дальше мы выровнялись и где-то до 100 км в час догоняли приблизительно одинаково Но шок от другого По нашему прибору до сотни удалось разогнаться за 11,9 секунд Редко получается, что этот показатель настолько ниже, чем по паспорту Но, да, я прибегал к хитрости, к такому самодельному лаунч-контролю Левая нога на тормозе, правая на газ И отпускаем тормоз, когда подпрыгивают обороты Но результат есть результат Имеем то, что имеем Саша, что сейчас вообще в машине не устраивает? Ну, в машине устраивает все Ну, кроме того, что там иногда скрипят рессоры Когда поездишь по бездорожью И определенное время идет скрип Ну, это как бы пропадает, появляется А расход какой у тебя по городу средний? Ну, компьютер выдает около 11 Общий расход То, что я проезжаю И по городу, и по бездорожью В среднем, да? В среднем А, ну, реальный, где-то около 10 И у тебя 2,5, правильно? 2,5, да А по салону, по интерьеру, по эргономике К чему претензии возникали за время? Ну, наверное, только вот эти подстаканники В которые кофе поставил здесь И оно тебе мешает все делать И неудобно пользоваться с левой стороны кнопками Если ты в движении где-то идешь И еще свет выключен Потому что подсветки нету Здесь найти кнопки блокировки дифференциала То есть надо включаться там Задний противотуман Это Toyota Да, ну, есть некоторые нюансы Слушай, а у тебя обшивки нету, да? Внизу внутри? Нет, нету И не жалеешь? Ну, в принципе, жалею Хотелось бы, чтобы она была Понятно, у тебя каримаф, если это Кунг сразу ставил? Да, сразу рассчитывал на то, что надо, чтобы вещи были прикрыты Сколько обошелся? Около 2 тысяч долларов Ого, это оригинальный? Нет А оригинальный сколько стоил? Три с половиной Ну, космос Да, космос Похоже, именно такой реакции от покупателей и добивались, создавая восьмое поколение А может им кто-то сказал, как переводится слово люкс или что такое хай? Да, дизайн здесь есть И, если мерить мерками пикапов, есть здесь и люкс Но, стоит признать, речь больше идет о визуальных ощущениях Потому как на вид все гораздо приятнее и дороже, чем на ощупь Да, пластик по-прежнему дубовый, а кожа грубая Лично для меня впечатления от салона любой машины начинаются с ключа И в этом плане хайлюкс, конечно же, на высоте По сравнению с игрушечным убожеством у Prado Этот ключ просто верх дизайна и премиальности Да и посмотрите, с каким вниманием по японским меркам проработаны детали салона Дизайнеры, наконец, пришли к единому оттенку подсветки и цифровых экранов Это, кстати, уже новый стиль Тойоты, который еще не добрался к тому же Prado А вот за эту строчку я бы им руки поотбивал Хотя, при чем тут дизайнеры? Дизайнеры просто нарисовали И, нужно признать, нарисовали неплохо А вот конструкторы поняли все по-своему Да-да-да, это пластиковая имитация И пластик тут даже не мягкий Такого я не встречал даже у китайцев А вот к удобству посадки претензий теперь нет Подушка стала длиннее и теперь опускается ниже в угоду высоким водителям А рулевая колонка хоть и немного, но двигается Подлокотник стал шире, а сами кресла реально удобнее Но самым космическим элементом, конечно, выглядит уже знакомый нам по Аурису экран Современный, многофункциональный, но при этом очень неудобный и медленный И речь даже не об ужасной реализации меню С которым мы, в принципе, давно знакомы по другим моделям Toyota Все дело в положении экрана Дело в том, что за рулем, держа руку на весу Практически нереально попадает по кнопкам И с учетом того, что здесь даже громкость уже регулируется сенсорными клавишами Это целая беда К тому же работает все реально медленно Поэтому, нажав на какую-то из кнопок, через секунду приходится снова отвлекаться от дороги Чтобы проверить, попал ты по ней или не попал Ну, из хорошего здесь нормальные карты навигации Хорошо работающие hands-free и не худшим образом звучащие 6 динамиков Модные интернет-приложения я умышленно игнорирую При наличии под рукой смартфона толка от них ноль Пикапы в городе Это, пожалуй, самая горячая тема для споров Да, на фоне легковушек они действительно смотрятся монстрами И у многих вызывают уважение Но кто-то назовет это дешевыми понтами Но это не главное Главное то, как вы себя чувствуете внутри И здесь тоже есть вопросы Обычно пикапы громоздкие, неповоротливые, валкие и при этом немало жрут Но что на это скажет Хайлакс? Он почти на полметра длиннее даже двухсотого крузера А чтобы развернуться, ему нужно на целых полтора метра больше пространства Ощущается ли это при управлении? Радиус разворота, да, это проблема А вот длина лично меня не смущает Благодаря камере в нашей машине и благодаря парктроникам, если они здесь будут Даже в небольших тесных дворах можно вполне успешно маневрировать Да, если вы пересели на пикап с хитчбэка, он действительно повергнет вас в ужас Но если до этого водили хотя бы кроссовер, то контраст не так пугает Достаточно быстро привыкаешь Вот так вот будет выглядеть средняя комплектация Актив Видите, первое, что бросается в глаза, это фары Диодов нету и почему-то мне это поколение напоминает предыдущее без диода Это все из таких внешних отличий, кроме еще 17-х дисков Но прикольно, что там стоит оригинальный Кунг И нам сейчас скажут на него цену 80 80 80, это у нас больше 3000 долларов Но оригинальный Нет Почему говорят, что дефицит, потому что их долго ждать А не оригинальные еще в продажу не пришли То есть китайцы еще не накопировали А, это с покраской Да, надо же цвет кузова зашарашить Ну, вот такие вот окна Причем открывается и снаружи На замках Вот это вот лакшери Сколько? 1300 Ничего себе, что так дорого? Эксклюзивная вещь Limited Edition Не всем по карману Так, внутри обшивка, о которой мы уже Говорили Крышка вверху Ощущение качества есть Безусловно И мы смотрели Кунги не оригинальные Конечно, разница есть Зажимы с логотипами Тойоты То есть, если кого-то везти в багажнике Он будет в курсе Это оригинальный Кунг И даже есть свет Так, внутри нет кожи Ткань на ощупь приятная В таких местах, где обычно затирается Более плотная Ну, с пивком покатит На подлокотнике тоже нету кожи Механика, кстати, прикольно выглядит рычаг Недешево Кнопки Eco и Power Mode есть и здесь Это говорит о чем? О том, что они не меняют режим коробки Они, видимо, меняют режим работы двигателя Раз на механике они тоже есть Правильно, Ярик? Ну, правильно, да Так, экран, значит, у нас здесь есть Абсолютно такой же О, и здесь у нас не климат-контроль А вот такой вот механический кондиционер Но, знаете, вот я забыл сказать Это о максимальной комплектации Все очень приятно работает тактильно То есть, ничего не щелкает, не скрипит Хорошо сделали, постарались Еще из отличий В общем-то, все Та же ужасная строчка пластмассовая Других отличий я пока не вижу В этом поколении Хайлакс впервые получил 18 диски А подвеску сделали существенно жестче Испортило ли это впечатление? Наоборот На бездорожье его теперь намного меньше шатает А в городе Хайлакс ведет себя Как среднестатистический рамник Тот же Prado Единственное, что раздражает Это характерная, опять же, для рамников Тряска на мелких неровностях К слову, в том же Prado Эту проблему удалось решить Благодаря системе КДСС Но для пикапов на сегодня Это непозволительная роскошь А еще как для пикапа Хайлакс теперь очень даже неплохо рулится Да, тут не стоит говорить о какой-то информативности Но, как минимум, реакции на поворот руля Незамедлительные А его ход от упора до упора Не слишком большой Короче, от пикапа я ожидал Большего дискомфорта А по факту привык за два дня И уже получаю удовольствие Ямы, бровки, ухабы Все это можно действительно просто не замечать И по факту практически не слышать Да, у Халюкса есть шумоизоляция И очень даже неплохая Угадайте, где я сейчас сижу Нет, не на втором ряду сидений Я сижу у вас в багажнике Потому что другого места В пикапе для спортивной сумки Пакетов из супермаркета И других повседневных вещей Фактически нету Но если поставите туда Кунг А сюда поставите двоих пассажиров То они особо против не будут По крайней мере, я с ростом 1,93 м Сажусь сам за собой Плюс-минус нормально Есть еще запас места над головой Да, ногами уперся в спинку И сижу достаточно вертикально Но здесь же есть Подлокотник Подлокотник Карл в пикапе Еще из интересного Здесь вот такие вот крючочки для кульков Которые тоже будут не лишними И потайные ящички под сидением Вот такие вот С металлическим дном Кладете сюда какой-нибудь гаечный ключик Забываете И он вас уверенно доводит до суицида Своими фантомными стуками Кстати, у большинства пикапов И в том числе у хайлюкса Бывают три типа кабин Первый это сингл кэп Когда есть только передний ряд сидений А кузов значительно больше Второй это дабл кэп Как у нас Самый популярный и распространенный Но есть еще и третий вариант Называется он экстра кэп Это когда и кузов небольшой И на втором ряду сидений Места совсем мало Но ни в Украину Ни на Россию Такие не завозятся И слава богу В первые дни теста Меня огорчил расход Дело в том, что у хайлакс Абсолютно такой же двигатель И такая же коробка Как у Прада Который мы недавно тестировали И к тому же пикап Весит на центнер меньше Но жрет по факту На 2-3 литра больше Около 12 в городе Но потом мы взвесили мешки Из багажника И все стало на свои места Но все равно Вымрасывать их я бы не стал И дело тут не так В подпрыгивании кузова Как в разгрузке ведущей оси Немножко песка на дороге И хайлакс уже переставляет задницу И дает пробуксовки Ведь постоянного полного привода Здесь нет Маркетологи давно внушили нам, горожанам Что полный привод Это прежде всего управляемость И безопасность Но в большинстве пикапов Все по классике Полный привод сугубо для проходимости Надежная и дешевая система Порт-тайм Увы, не позволяет включать полный привод На сухом покрытии Нет, конечно Включить вам его никто не запрещает Но с учетом того, что здесь просто Нет нижесевого дифференциалов И очень быстро угробите железо Постоянным же полным приводом Могут похвастаться немногие В этом классе Это L200 И омрок То есть фактически к хайлюксу Нельзя относиться Как к полноценному Полноприводному автомобилю Да, в городе И на трассе Этот монстр Фактически опаснее Чем переднеприводная легковушка Увы Сейчас как раз тот случай Когда на внедорожные испытания Пожалуй, можно было бы не тратить время Почему? Да потому что здесь и так все ясно Жесткие блокировки Пониженные передачи Мощный дизель 23-сантиметровый клиренс И 60 лет опыта Тойоты Вдобавок к этому Еще и неплохая зимняя резина В нашей машине Но больше всего Меня порадовала подвеска Ее кажется просто нереально пробить Но и недостатки есть Нужно понимать, что у большинства пикапов На оффроуде есть две проблемы Большая колесная база И неравномерное распределение веса Между осями у Hilux 308 сантиметров Это почти на 30 больше, чем у Prado То есть даже с учетом выросшего клиренса Этот пикап не сложно посадить на пузо К тому же большая часть веса Переваливает на переднюю ось И заднюю снова так и придется донагружать А лишний вес на бездорожье Не есть хорошо Как видите, полный привод и понижайка Теперь включаются электроприводами Да, это красиво и это действительно удобно Но джиперы расстроятся Пример У одного моего друга на наваре В глубоком снегу уже дважды летели датчики АБС После чего электроника просто отказывалась включать полный привод Представляете, насколько это обидно Вот так вот застрять буквально на ровном месте Но это все крайности В большинстве ситуаций Hilux гребет очень уверенно И не дает повода в себе усомниться Тем более в этом поколении он получил ряд доработок Рама стала на 20% жестче И настолько же увеличился ход подвески Блокировка заднего дифференциала Теперь идет даже в базе Угол съезда увеличился на 4 градуса А глубина брода с 50 до 70 сантиметров К тому же машина с 17 дисками Теперь с завода комплектуется зубастой АТ-шной резиной У нас возникла одна проблема Похоже, ремень заклинило Да и меня что-то подташкивает Смотрите Короче, мы уперлись бампером в землю Ну почти уперлись И Ярослав предлагает подкопать, чтобы не рисковать А я предлагаю подняться задним ходом туда Ярослав не верит, и мы поспорили Попробуем Девять пиво ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже до бездорожья нужно еще как-то доехать. Не знаю, как вы, а я люблю ехать по трассе быстро. Ну, хотя бы 140. Смешная скорость для легковушки, но для рамника с кучей раздаток, да еще и с грузом, и 120 может оказаться проблемой. На этом многие пикапы обламываются. У Халюкса заявлена максималка 175. Сейчас я еду 140 и чувствую себя очень неплохо. На тахометре ровно 2000 оборотов, а средний расход за последние километров 5 составляет 12 литров. Давайте попробуем разогнаться. Судя по карте передаточных чисел, заслуга коробки в экономичности не меньшая, чем у двигателя. Добавленная шестая ступенька сугубо понижающая. Ее задача сбросить обороты на скорости еще на 19%. А в случае с новой механикой даже на 23%. На трассе тоже очень заметна доработка шутки. Голова вообще не болит. В принципе, самое громкое, что слышно, это шум ветра. И что удивительно, не на зеркалах, не на лобовом, а в багажнике. Судя по всему, воздушные потоки попадают в сам кузов, и там шумят наши мешки. Хотя благодаря им раскачка на трассе задницы фактически не пугает. Я ее сейчас вообще не замечаю. Но да, это хорошая дорога. В общем-то, на скорости 140-150 машина чувствует себя отлично. Но давайте поедем побыстрее. Максимум, что удалось выжить, это где-то 183 по спидометру. Думаю, реальная скорость и есть где-то 175. Но нужно признать, что это далеко за пределами безопасности. Потому что мы едем на двухтонном траке с очень высоким центром тяжести и на заднем приводе. К тому же у меня такое ощущение по звуку, что у нас сейчас ветром начнет выносить мешки из багажника. Будем сбрасывать. Кстати, по пересеченке Хайлюкс тоже неплохо ломится. 100 км в час вполне уверенная цифра. На ухабах оторвать от земли все четыре колеса ничего не стоит. Но чувство контроля и безопасности все равно остается. В переднем диффе теперь есть датчик перегрева. Поэтому на снегу или скользкой грунтовке можно смело идти на полном приводе, не боясь его случайно угробить. А теперь давайте оглянемся на конкурентов. Из них самый опасный, конечно же, L200. А точнее его новое поколение, которое должно вот-вот у нас появиться. Главными аргументами Mitsubishi, как и раньше, будет привлекательная цена и постоянный полный привод. К которым добавится новый 180-сильный дизель и посвежевший салон. На втором месте в этом списке Amarok. Он заметно дороже Toyota, но предлагает 8-ступенчатый автомат, хорошую динамику и постоянный полный привод. А вот его подвеска, увы, не так всеядна, как у японцев. Да и выносливость вызывает сомнения. Второе поколение Navarro еще продается, но уже собирает вещи. Ведь Nissan успел презентовать третье поколение. А вот когда оно к нам приедет, пока не ясно. Также не ясно учлили японцы замечания владельцев к жесткости подвески и надежности второй версии. А вот ценили Navarro за мощный и быстрый дизель и за добротный салон. Совсем недавно на украинский рынок выехал и Ford Ranger, который, правда, новинкой назвать сложно. Он просторный внутри и неплохо укомплектован. К тому же единственный в классе предлагает 3,2-литровый дизель мощностью 200 лошадей. Но салон американца все же сложно назвать современным. А его внедорожные способности остаются для нас пока загадкой. Из машин, которые официально не представлены в Украине, самым интересным является новый Chevrolet Colorado, который, кстати, претендует на лидерство в классе у себя на родине, в США. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, когда брал Hilux на тест, то хотел на его примере обосновать, что пикапы – это жлобство, это неудобно и непрактично. То есть одним тест-драйвом раз и навсегда разубедить многих своих друзей покупать пикапы. Но этот хайлюк все наломал. Да, я сам проникся темой и теперь нахожусь в каком-то таком конфликте с самим собой. Круто, не круто, надо, не надо. Но надеюсь, здравый смысл все-таки победит, чего и вам желаю. Но знаете, наверное, все-таки не в здравом смысле счастья, а в каком-то балансе с самим собой. Так сильно хотите пикап и есть на него не последние деньги? Так купите и получайте удовольствие. Я все сказал. До встречи. Привет! Это Инфокар. Сегодня у нас необычный тест-драйв. На примере восьмого поколения, самого популярного в Украине и России полноприводного грузовика, мы раз и навсегда разберемся в теме пикапов. Мы подробно расскажем, почему вам нужен именно пикап, а также, почему он вам нафиг не нужен. А если все-таки нужен, то годится ли именно Хайлакс? И чем он лучше предыдущего поколения? Да, это поколение Хайлакса преобразилось. С оглядкой на последние эксперименты Тойоты с дизайном, не ожидал такой уравновешенной внешности. Современная и в то же время без перегибов. Агрессивная и вместе с тем спокойная. Короче, мне нравится, что в случае с Тойотой редкость. В топовой версии за 46 тысяч баксов стоят диодные фары с ходовыми огнями и диски теперь уже 18-го диаметра. А хрома, как по мне, не больше, чем нужно. Даже с учетом доставленных аксессуаров. Да, что-то Тойота разошлась с ценами. Даже за этот шильдик придется доплатить 50 баксов. В переводе означает непобедимый и, наверное, добавляет минимум 30 лошадей и 5 сантиметров клиренса. Да уж, сколько не твердите, что пикапы чисто коммерческий транспорт, дизайн при их выборе играет не последнюю роль. А кто их вообще у нас покупает? И для чего? Готов поспорить, минимум четверть покупателей просто видят себя крутыми рэперами, а пикап для них средство самовыражения. И пофиг, что неудобно. Главное, имидж. А вообще-то странно, ведь на родине пикапов в США на них ездят далеко не сливки общества. Таких людей там называют реднеки. По-нашему, селюки. Стоп, 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 не хочу никого обидеть. Это ж все у них, у пиндосов. У нас ведь все по-другому. У нас пикап – это реально круто. Особенно в городе. Говорят, таких рэперов можно даже встретить на парковке под оперой. Ну, а как же использование по назначению? Ведь фактически пикап – это супер проходимый грузовик. На нем можно возить коров. Удобно воевать, как считают бородатые из ИГИЛ. И очень легко снимать девушек. Ну, а серьезно, пикап просто незаменим. Если вы охотник, занимаетесь строительством или увлекаетесь мотоспортом. Ему фактически нет альтернативы, если нужно перевезти что-то большое, особенно грязное, туда, куда обычный грузовик просто не проедет. А также пикапом нет конкурентов, когда нужно тянуть тяжелый прицеп. Ну, а еще пикап может стать вынужденной покупкой, если вам необходим просто очень проходимый автомобиль. Но при этом не хватает денег на полноценный внедорожник. Ведь пикапы обычно существенно дешевле своих полнообъемных аналогов. Ну, и бывают отдельные случаи. Например, у меня есть знакомый, который купил пикап, чтобы ездить с водителем. Ладно, шучу, поехали дальше. Итак, если речь идет о действительно больших нагрузках, то более дешевой и надежной конструкции, чем рессора, пока еще не придумали. И именно она стоит на большинстве пикапов. Это надежно, это мощно и это некомфортно. Особенно, когда едешь с пустым кузовом. Да, у Халюкса сейчас стоит новая рессора. Длиннее на 10 сантиметров и по-другому крепится к раме. Очень надеюсь, что будет меньше скрипеть, чем в старом. Но рессора все равно есть рессора. И хочешь не хочешь, машина будет прыгать. Ну, не так, конечно. И особенно не в нашем случае. У нас Халюкс в акционной спецверсии под названием Сити Рэпер. Для тех, кто не собирается возить грузы, здесь есть оригинальный аксессуар. Да, это реально меняет ситуацию. И делает из Халюкса на ровной дороге, ну, почти Прадо. Но, конечно, добавляет расхода. Кстати, Ярик, надо их как-то взвесить. Можно мне соблюшок в пустоматку? Открывай. Так, по этим данным, доме стоит. Здорово. Я сейчас наряд думал, будет килограмм 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь на сорок три. 300 килограмм, короче, на заднюю оси. Хорошо, если придется подметать там снег, песок или листья. А вот припаркуете где-нибудь на борщаговке, таки нагадить могут. Или с мусорным баком перепутать. Очень надо кунг. Но он, собака, дорогой. И для этого поколения пока что в дефиците. Кстати, вот это вот пластиковое покрытие для пикапа просто must-have. Без него к кузову быстро придет трындец. Но в Хайлаксе это не входит ни в одну комплектацию. Стоит 400 баксов. Да, дорого. Но штука, как я заметил, реально выносливая. Кстати, в этом поколении кузов реально стал еще больше. Но, как видите, арки портят картину. Стандартная длина мотоцикла, к слову, до двух метров. Сейчас глянем. Метр девяносто. Увы, может и не поместиться. И поймите, то, что здесь можно возить что-то реально тяжелое, не означает, что это тяжелое и сюда легко погрузить. Понадобится погрузчик. К тому же, даже доставать что-то повседневное из Кунга целая проблема. Кстати, грузоподъемность пикапов зависит от задней подвески и может отличаться. К слову, в украинскую версию разрешено грузить 780 килограмм, а в российский вариант практически на 100 килограммов больше. И это совсем не рекорд в классе. К примеру, тот же Ford Ranger хвастается грузоподъемностью в тонну 300. Как видите, здесь теперь более удобная ступенька. И, я думаю, вы заметили, что из-под бампера пропала уродская противоподкатная балка. Да, угол въезда увеличился, но страдать теперь будет бампер. Восьмое поколение Хайлакса оказалось знаковым, так как получило абсолютно новые моторы и коробки. Раньше были дизеля объемом 2,5 и 3 литра, теперь 2,4 и 2,8. У нас топовый вариант на 177 сил. Впервые с этим мотором мы познакомились совсем недавно в тесте Prado, и он нам понравился. Новая турбина, новый блок цилиндров, новые впускные каналы. Давление подняли до 2200 бар и добавили многоступенчатый впрыск. В итоге движок реально стал тише и дает меньше вибраций, а главное меньше ест, в чем мы убедились на Prado. Главная задача нового двигателя – европейские нормы выхлопов. Но их характеристики выросли. Плюс 7 лошадей и плюс целых 40 мм. Да, момент для внедорожника – это важно, но вот его полка слегка сузилась. В итоге, если посмотреть в характеристики, получается облом. Новый Хайлюкс в угоду евро требованиям стал тупее. Даже топовая версия с мотором 2.8 разгоняется до сотни на 30 секунды медленнее, чем прошлое поколение с базовым мотором 2.5 и механикой. Да уж, странный такой дауншифтинг. Даже с учетом того, что динамика для пикапа, конечно же, не главная. Но давайте все-таки проверим эти цифры. Привет, Саша. Спасибо, что подъехал. Слушай, а ты рэп слушаешь? Да нет, вроде бы. А охотишься? Охочусь регулярно. А, то есть у тебя машина для охоты? Да, в основном как раз под эти задачи. И в семье одна? В семье, да, одна. И в городе, и везде. Очень нравится. У меня всю жизнь были пикапы, поэтому эта машина очень доволен. Ну что, проедемся? Да, давайте попробуем. Сейчас только пассажиров высажу. Редактор субтитров А.Семкин Да, я удивлен. То есть, с одной стороны, предыдущее поколение действительно порвало нас на старте. И, по-моему, здесь все дело в коробке. Все-таки механика спортивнее, чем этот автомат. И на старте это дает определенное преимущество. Дальше мы выровнялись и где-то до 100 км в час догоняли приблизительно одинаково. Но шок от другого. По нашему прибору до 100 км удалось разогнаться за 11,9 секунд. Редко получается, что этот показатель настолько ниже, чем по паспорту. Но, да, я прибегал к хитрости, к такому самодельному лаунч-контролю. Левая нога на тормозе, правая на газ. И отпускаем тормоз, когда подпрыгивают обороты. Но результат есть результат. Имеем то, что имеем. Что сейчас вообще в машине не устраивает? В машине устраивает все. Кроме того, что там иногда скрипят рессоры, когда поездишь по бездорожью. И определенное время идет скрип. Ну, это как бы пропадает, появляется. А расход какой у тебя по городу средний? Ну, компьютер выдает около 11. Общий расход. То, что я проезжаю и по городу, и по бездорожью. В среднем. В среднем, но реальный где-то около 10. И у тебя 2,5, правильно? 2,5, да. А по салону, по интерьеру, по эргономике? К чему претензии возникали за время? Ну, наверное, только вот эти подстаканники, в которые кофе поставил здесь. И оно тебе мешает все делать. И неудобно пользоваться с левой стороны кнопками, если ты в движении где-то идешь. И еще свет выключен, потому что подсветки нет. Здесь найти кнопки блокировки дифференциала. То есть надо включаться там в задний противотумант. Это Тойота. Да, ну есть некоторые нюансы. Слушай, а у тебя обшивки нету, да, внизу внутри? Нету. И не жалеешь? Ну, в принципе, жалею. Хотелось бы, чтобы она была. Понятно, у тебя каримас вместо этого. Кунг сразу ставил? Да, сразу рассчитывал на то, чтобы вещи были прикрыты. Сколько обошелся? Около 2 тысяч долларов. Ого, это оригинальный? Нет. А оригинальный сколько стоил? Три с половиной. Ну, космос. Да, космос. Похоже, именно такой реакции от покупателей и добивались, создавая восьмое поколение. А может, им кто-то сказал, как переводится слово «люкс» или что такое «хай». Да, дизайн здесь есть. И, если мерить мерками пикапов, есть здесь и «люкс». Но, стоит признать, речь больше идет о визуальных ощущениях, потому как на вид все гораздо приятнее и дороже, чем на ощупь. Да, пластик по-прежнему дубовый, а кожа грубая. Лично для меня впечатления от салона любой машины начинаются с ключа. И, в этом плане, хайлюкс, конечно же, на высоте. По сравнению с игрушечным убожеством у Прада, этот ключ просто вверх дизайна и премиальности. Да и посмотрите, с каким вниманием по японским меркам проработаны детали салона. Дизайнеры, наконец, пришли к единому оттенку подсветки и цифровых экранов. Это, кстати, уже новый стиль Тойоты, который еще не добрался к тому же Прада. А вот за эту строчку я бы им руки поотбивал. Хотя, при чем тут дизайнеры? Дизайнеры просто нарисовали. И, нужно признать, нарисовали неплохо. А вот конструкторы поняли все по-своему. Да-да-да, это пластиковая имитация. И пластик тут даже не мягкий. Такого я не встречал даже у китайцев. А вот к удобству посадки претензий теперь нет. Подушка стала длиннее и теперь опускается ниже в угоду высоким водителям. А рулевая колонка хоть и немного, но двигается. Подлокотник стал шире, а сами кресла реально удобнее. Но самым космическим элементом, конечно, выглядит уже знакомый нам по Аурису экран. Современный, многофункциональный, но при этом очень неудобный и медленный. И речь даже не об ужасной реализации меню, с которым мы, в принципе, давно знакомы по другим моделям Toyota. Все дело в положении экрана. Дело в том, что за рулем, держа руку на весу, практически нереально попадает по кнопкам. И с учетом того, что здесь даже громкость уже регулируется сенсорными клавишами, это целая беда. К тому же работает все реально медленно. Поэтому, нажав на какую-то из кнопок, через секунду приходится снова отвлекаться от дороги, чтобы проверить, попал ты по ней или не попал. Ну, из хорошего здесь нормальные карты навигации, хорошо работающие hands-free и не худшим образом звучащие 6 динамиков. Модные интернет-приложения я умышленно игнорирую. При наличии под рукой смартфона толка от них, ну,